Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся в примерочной ВНМ. Сейчас я приклажу возлохмаченные волосы и покажу вам, что я принесла и что мы сегодня будем примерять. Нам не сказано повезло, у нас сегодня большая примерочная, поэтому посмотрите, какой раздолье и простор. И вот то, что мы примеряем. Значит, много оранжевого, белого, чёрно-белого, зелёного. Ну, я вам потом всё подробнее покажу, чего я сейчас. И немножко блёсток, как всегда, это с распродажей. Ну, давайте будем примерять. Не знаю, что мне подойдёт, что нет, но, как всегда, это эксперимент, это интересно и это весело. Давайте смотреть. Так, ну что ж, первое платье с запахом. Оранжевого, красивого, яркого цвета. Какой-то странный размер. Я не помню, по-моему, это видео, но оно у меня вот здесь вот как-то велико. Видите, пройма и вот здесь вот всё большое. Вот здесь внизу нормально. А вот здесь вот оно прям такое большое. Я вообще совершенно с размерами, величины, сейчас запуталась, потому что у них очень поменялись пекало. Раньше мне всё было мало, теперь мне всё велико, хотя я поправилась, это очень странно, но факт. Значит, оно удобное, знаете, вот здесь вроде бы большой вырез, но здесь есть крючок, поэтому можно его закрыть, и вот это всё не будет разваливаться. Но оно мне явно вот здесь вот велико. Я хочу померить его с оранжевым жакетом, сделать такой монохром и посмотреть, как это будет выглядеть вместе, будет ли это красиво. Ну, цвет очень интересный, и платье само по себе очень интересное. Такие вот манжеты большие у него, я их, правда, подвернула, потому что они для рукава длинные, а так очень даже симпатичные. Вы знаете, мне не нравится, слишком много оранжевого, два оттенка одного похожего цвета, и это выглядит не очень. Вот именно этот цвет как-то нехорошо в монохроме. Может быть, ещё потому что это такой фасон платья, и оттенки, они как-то очень не подходят друг другу, ну, прям совсем. Что-то я не знаю, мне казалось, что это будет хорошо вместе, а оказалось, что совсем не очень. Но у меня есть очень много брюк, несколько жакетов, и вот это платье, и я думаю, что я попробую сейчас другого цвета жакет примерить с этим платьем, и посмотреть, будет ли это хорошо. Так, с белым жакетом значительно лучше, и вот белые мои сапоги, как-то это перекликается, и получается хорошо. Вообще, мне очень нравится этот жакет. Он очень-очень красивый, хорошо сделан, хорошо шит, очень элегантный, его можно носить абсолютно со всеми. Если бы у меня не было, я бы его себе купила, тем более, что он не очень дорогой. Но у меня есть много белых жакетов, мне не нужно. Но, в принципе, я вам хочу сказать, что это платье с жакетами как-то не очень. Оно не сделано для жакетов фасон, поэтому сейчас я его сниму, и будем примерять дальше. Значит, в состав этого платья 88% вискоза, и все остальное полиэстер, и подкладка полностью полиэстер, что как бы вот везде так делают, и не клойчины. Они все делают вот этот вот вискозный верх, или льняной, или хлопковый, и синтетическую подкладку. Ну, такое. Вот я вам говорила, видите, вот здесь вот этот крючок, и он цепляется, и хорошо держится. Еще что мне не нравится, что сверху подкладка, там, где юбка, подкладки нет. Вот они должны были бы сделать наоборот. Низ должен был быть подкладкой, а верх, в принципе, может быть без подкладки. И тогда этот полиэстер на подкладке не был бы так важен, потому что полиэстер на юбке, ну, это как-то так, ничего. А вот сверху полиэстер внизу, это не очень, правильно? Ой, не знаю. Это размер медиум, 38 долларов оно стоит. Я вот не знаю, почему я показываю наши канадские. Видите, здесь есть американских 35, наших 38. Это мексиканские деньги, 499. И вот это что за деньги, я не знаю. Сеопит, не знаю. Но, что я хочу сказать, что это размер... Это размер медиум, и оно мне очень большое вот здесь вот сверху. Очень странно. Интересно, страна производителя. Майанмар. Интересно, видите, даже не в Китае, а уже находят альтернативные места. Так, жакет. Значит, в нем 21% физкозы и 79% полиэстер и подкладка, 100% полиэстер. Стоит он 50 долларов. Это тоже был размер медиум. Он у меня как раз очень красивый цвет, интересное качество ткани, фактура такая. Ну, хороший жакет, симпатичный, очень даже неплохой. И хочу вам показать еще вот этот белый жакет. Я потом еще буду эти примерять вещи с другими вещами, наверное. Я вам сейчас покажу сразу этикетки. Значит, у нас цена этого жакета 55 долларов, в Америке 50. И сделан он 76% физкозы и подкладка 100% полиэстер. Очень красивый жакет. Прямо, вы знаете, он так сделан, так хорошо скроен и так красиво сидит. Ну, прямо вот не к чему придраться, серьезно. Вот, действительно, такая вещь-вещь. Лацко, оно так хорошо сделано. В общем, очень аккуратненько, красиво сделано, хорошая ткань. И цена не смертельная, 55 долларов для жакета, это для белого. В принципе, это очень неплохо. И размер миди у меня как раз в самый раз. Совершенно невероятно шикарный костюм. Настолько элегантный и классный, я вам не могу передать. Значит, ткань идет такая бежево-молочная в черную такую полосочку. Я вам еще потом его сниму поближе. Широкие, такие классные брюки с защипами. Я вам потом их тоже расстегну пиджак и сниму, как они выглядят. Просто блеск. Мне так это нравится. Мне так нравится этот костюм. Девочки, ну это же просто шикардос. Просто реально шикарная вещь. Жакет, кстати, смол. Потому что медиума не было. Был смол и экстра смол. Но я вам должна сказать, что он не выглядит мне. Может, чуть-чуть можно было побольше. Но, в принципе, так тоже неплохо. Как всегда, длинные рукава. Посмотрите, как хорошо, какие красивые брюхи. Как красиво они скроены. Клешные. Такие широкие. И здесь, в принципе, они очень красиво сидят. Я, наверное, знаете, сейчас надену какой-нибудь топ, чтобы показать вам, как они выглядят. Просто брюки шикарные. Просто шикарные. Надену топ и покажу вам, как выглядит это с жакетом. Если его расстегнуть, потому что я не хочу расстегивать. Но, в принципе, он просто шикарная вещь. Мне так он нравится, этот костюм. Просто блеск вообще. У меня никаких претензий к ним. Так, смотрите. Я вам покажу, как сидят эти брюки. Это 10 размер. Они чуть-чуть даже немножко великоваты. Видите, в поясе. Но, в принципе, здесь в талии абсолютно они прекрасно сидят. Они такие красивые. Они так хорошо сшиты. Я прям в восторге, если честно. На мне так редко хорошо сидят брюки. А эти просто вот... И такой цвет красивый. Очень элегантный. И совершенно не... И какие-то, знаете, не... Выглядит как дешевые. Так, скажем. Более так очень даже дорогие. Интересно, как они сзади. Здесь есть зеркало. Я сейчас попробую посмотреть на себя. Ну, в принципе, из залии они сидят очень неплохо. Очень неплохо. Я бы сказала, прям даже хорошо. Правда? И вот так он выглядит, если расстегнуть жакет. У меня... Если бы здесь была какая-то контрастная блузка, было бы еще лучше. Просто моя блузка белая. Просто шикарный. Я считаю, что он просто шикарный. Девочки, горячие рекомендации. Я сейчас говорю, что он сделан из какой-то стоит. Но вот так, как я смотрю и то, что я вижу, просто шик. Просто шик блеск. Вообще, в последнее время я хочу сказать, что вот раньше, когда я ходила делать свои примерки в H&M, я часто очень выругала. То не то это, не все. А сейчас прямо я вот хожу в H&M, и я чувствую, что у них прямо намного лучше стало качество. И качество пошива, качество тканей, и вообще вот фасон. И посмотрите, какая красота. Шикарный. Шикарный, элегантный костюм. Решила померить с этим оранжевым пиджаком. Кстати, тоже неплохо. Но с их оригинальным костюмом лучше, потому что там фасон такой пиджака, что он намного интереснее и красивее выглядит. Вот именно с такого фасона брюками. Хотя это тоже ничего. Вполне себе ничего. Интересный контрастный цвет. Яркий верх. Такой спокойный низ. Очень-очень ничего. Так, жакет сделан. 63% вискоза и подкладка 100% на полиэстер. Ну, это всегда у них эта история. Это был размер смол. И стоит он наших 69-70 долларов. Американских 60. Тоже прекрасное качество. Ткань такая, знаете, интересная. Вот эта полосочка. Она не одинаковая. А такая немножко, видите, как будто бы... Ну, в общем, интересная. Вроде бы полоска обычная, а вроде бы и что-то такое интересное. Тоже очень хорошо сделаны лацканы. Очень хорошо все карманы, все пришито-зашито. Никаких у меня претензий нету к этому жакету. Очень мне нравится. 70 долларов тоже не страшная цена. Брюки имеют такой же состав. 63% вискозы. Видите, у них здесь сделаны защипы. Две такие защипы. Вот здесь. Сверху. Карманы. И очень такая ткань, знаете, она не совсем легкая, летняя. А вот как раз такая на весну. Как будто бы даже немножко в ней какая-то шерсть присутствует. Но шерсти нету. Но вот видите, она такое вот качество. Как будто бы она не летняя, а такая немножко... Немножко даже теплая, я бы сказала, вещь. Скорее на весну, чем на лето. Но, в принципе, очень-очень красивые клешные штаны. Замечательно выполнены. Видите, даже, кстати, в шве полоски сходятся, совпадают. Это большая редкость в наше время. А, и цена у них. Давайте посмотрим. В общем, не очень страшная. Тоже 55 долларов наших канадских. То есть 55 и 70 у вас за 125 долларов. Шикарнейший совершенно костюм. Ничем не хуже, чем какой-то дорогой компанист. А, размер 10. Я примеряла американский наш, канадский. И это европейский 42. Самая горячая моя рекомендация, если честно. Сегодня меня понесло по брюкам. Обычно я редко примеряю брюки. Все платится, платится. А сегодня вот такое у меня вот. Так мне захотелось. Тоже очень-очень симпатичные брюки. Причем они так нам не сидят хорошо. И длина. Мне абсолютно ничего не надо коротить. Ушивать, подшивать. Вот эти прям сели идеально. Это 10 тоже размер. Хороший очень фасон. Так вы видите, небольшая одна складка здесь. Классные-классные брюки. Немножко такие клешные внизу. Но не сильно небольшие. Небольшая клеш. Очень мне нравится. Такой красивый. Травяной цвет. Сейчас я примерю к ним несколько жакетов. Оранжевый примерю. Белый примерю, чтобы вот посмотреть, как это выглядит. Но вот с топом это выглядит вот таким вот образом. Очень классные, очень классные брюки. Очень. По-моему, совершенно шикарно выглядит с этим белым жакетом. Давайте я его застегну. Может, не надо застегивать. Ну, в общем, вот так он выглядит с застегнутым видом. С этими брюками. Просто шикарно. Просто шикарно. Мне очень нравится. Прям классно. Прям супер. И сейчас я застегну его. Вот так он выглядит с этими брюками прекрасно. Мне очень нравится это сочетание. Красивый такой яркий, зеленый. Вы знаете, я бы сказала, что они должны были быть мне немножко подлиннее. То есть, вот если я сниму каблук, наверное, они даже будут лучше. Потому что вот такой ширины они должны прям лежать на ботинке. Вот как эти. Вот эти были подлиннее и выглядели более, ну, как-то более элегантно. Здесь даже они немножко коротковаты, мне кажется. Ну, в принципе, нормально. Красиво с белым очень. И вот так прикольно. Ну, такие два цвета, знаете. Вырви глаз. Может быть, они не очень... Вообще, вот этот цвет очень сложный, я вам хочу сказать. Вот я примеряю с ним разные вот бежевые эти брюки, полоску брюки и вот эти брюки. И даже с платьем, которое, в принципе, того же цвета, он выглядит как-то так. Или это фасон этого же фета. Или цвет, я не знаю. Но вот он как-то... Вот к белому у меня никаких вопросов нет. Он ко всему подойдет. А этот, конечно, очень... Ну, такой, знаете... Ну, цвет тяжелый, конечно. Цвет такой, что он... Не совсем... Ну, наверное, с белым брюками будет хорошо. С джинсами, наверное, будет нормально. С черными, будет нормально. Просто у меня нету такого цвета здесь. Но если вот надеть какой-то... Какой-то базовый цвет, хотя вот с этими брюками, вот с этими, он выглядел не очень хорошо тоже. Может быть, черным был бы хорошо. Но с черным это был бы хэллоуин. Прям оранжевый, а с черным фу, нет. Или с чисто белым. Не знаю. Может быть, просто жакет фасон такой не очень. Такой, что к нему не очень хорошо все подходит. А так, ну, в принципе, интересно. Необычное такое, знаете, такое сочетание. Классно. Ну, как вам такой вариант? Вы знаете, у меня с некоторых пор легкое помешательство на палетках пальцем. Не удивляйтесь и не пугайтесь. Но это, кстати, блузка с распродажи. Она здесь на резинке. Она коротенькая, но здесь она на резинке. То есть, как будто впечатление, что она заправлена в брюки. На самом деле нет. Она просто внизу сделана, у нее резинка вот эта. Она на распродаже, по-моему, 20 долларов сейчас стоит. Мне очень она нравится. У меня просто нелегкий такой, знаете, непроходящий. Нелегкое, непроходящее помешательство на палетках и на блестках. Она очень симпатична, очень красиво сделана. И очень так симпатично сидит. Вот, знаете, с брюочками, с юбочкой какой-то. По-моему, неплохо. Значит, брюки сделаны из 76%. Принты в ресакл пулестра, значит, они все полностью пулестровые. Но они стоят недорого. Стоят они 40 канадских и 35 американских долларов. И это тоже 10 размер, 42 европейский. Тоже очень хорошо они сделаны. Видите, здесь все как надо. Никаких претензий. Здесь тоже внутри. Все очень хорошо отделано. Классический фасон брюк. Посмотрите, как все аккуратненько, аккуратненько, замечательно. Все сделано, не претерешься. Карманы очень красиво сделаны. Видите? Ну, красиво. Хорошо, правильно. Вот здесь вот один шов, другой шов. Стрелочки. Все как надо. Все путем. И блестки у нас почем. Блестки для народа. 20 долларов размер ларч. 100 или 35. Ну, в общем. Душа поет и глаз горит, что называется. Смотрите, какое классное в платье парашют. Мне очень оно понравилось. Интересная такая расцветка. Черно-белая. В общем-то, не яркая, но яркая. Потому что расцветка, в принципе, даже не черно-белая, а черно-бежевая такая. Яркие такие, большие цветы. Видите? Три вала, да? То есть парашютик такой немножко. Раз. Здесь отрезано. Здесь длина хорошая. Рукавчик. На застежке. Здесь такие планочка. С пуговицами. Воротничок. Ну, я, кстати, такой воротник не очень люблю. Ну, нормально, в принципе, сойдет. Рукав реглан, по-моему. Очень-очень-очень неплохое платье. Прям такое, знаете, стильное. Стильное. За счет расцветки. Оно очень дешево, по-моему, 25 долларов стоит. Это вообще всего ничего. На ощупь прям такой нежной, тонкой-тонкой. Как будто бы какая-то вискоза или хлопок. Но думаю, что синтетика. Потому что за 25 долларов вряд ли будет вискоза. Хотя сейчас мы посмотрим. Вот такое вот прикольное, очень элегантное, стильное платье. Не так элегантное, как стильное. Такой бохо. Очень интересный стиль. И знаете, что я решила примерить его с этим жакетом? Они абсолютно в цвет подходят друг к другу. Вон, то есть такой же. Я хотела сначала сделать белый, но подумала, что здесь не кипельно-белый цвет, а такой больше молочный. И он абсолютно точно такого же цвета, как вот этот жакет. Жакет имеет такую тонкую черную полоску. И здесь есть черные цветы. И, в общем-то, оно с платьем, с этим жакетом выглядит очень элегантно. Совершенно. Ну, прям такое, знаете, как будто бы платье такое. Особенно вот с ботиночками. С вами прям удивительно подходит. Шикарно выглядит вместе. Мне очень нравится. Просто классно. Просто супер классно. И вы знаете, я ошиблась. Платье не синтетическое, а стопроцентное вискоза. Размер медиум я примеряла. И стоит оно всего-то 25 долларов. Всего лишь 25 долларов. Стопроцентное вискоза. Очень интересная расцветка. Хорошо сделано. Легкое-легкое, тонкое. Очень симпатичное платье. Цена вообще, даром, можно сказать, отдают. Очень-очень рекомендую. Так, ну что ж, заключение. Я не помню, себя показывала сегодня или нет. У меня топ, кстати, из H&M тоже. Платье вот это вот из Zara. Классный такой сарафан. Оно мне очень нравится, потому что я не могу его носить с чем-то вниз. Вот прям такой, знаете, интересный. В тонкую полоску. Серьги у меня тоже из Zara, конечно же. Вы знаете, как я люблю украшения из Zara. Давайте подведем итог. Я вам хочу сказать, что мне очень много, что понравилось. Практически все. За исключением, пожалуй, наверное, вот этого оранжевого платья и оранжевый жакет, который как-то просто было довольно трудно с чем-либо сочетать за счет цвета. Очень сложный цвет. Мне даже понравились эти блестки с распродажей. Значит, очень хорошее платье, стопроцентная вискоза, 25 долларов. Хороший фасон на лето. Этот костюм вообще вне всякой конкуренции, где брюки у нас. Вот. Этот костюм просто вообще мой топ. 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 Десятку просто. И брюки, и фасон, и ткань, и как он сидит, и цвет. И все просто идеально. Совершенно. Очень-очень хороший белый жакет, который абсолютно ко всему подойдет. Хорошая цена. Не очень дорогой, но при этом довольно качественно выглядит. Выглядит довольно дорого. Вот эти брюки тоже очень хорошие. Единственное, что это был эксперимент. Я выбрала такой цвет, чтобы поэкспериментировать немножко с ярким цветом. Я понимаю, что не всем это понравится. Этот цвет не ко всему подойдет. И если бы они были чуть-чуть диноваты, то были бы немножко получше. Но если носить их без паблука, то, в принципе, мне было бы нормальная длина. Ну и цена хорошая. И все. В общем, короче, практически много чего мне понравилось. И я, в принципе, довольна сегодняшней примеркой. И будем прощаться, дорогие друзья. На сегодня все. С вами была Дита из Канаты. Из магазина H&M. Весенняя коллекция. Новые модели, новые фасоны. Всех люблю. Мы увидимся в следующем видео. Пока-пока, Барри.